Таиланда Очищающая и преображающая процедура начинается в гостинице. Думаете, летели вы 9 часов, ехали еще полтора в автобусе и сразу в номер? Нет уж! К чему спешить, когда рядом теплое море? Время заселения в гостиницу традиционное 14 часов, но мы приехали гораздо раньше, где-то около 8 часов утра. Но это не повод сидеть здесь и ничего не делать. Рядом море все-таки. Вещи можно оставить в комнате для багажа, в туалете переодеться и на море. Видимо, всю усталость надо смыть, чтобы не нести эти негативные эмоции в номер, ведь он на время станет вашим домом в раю. Вот здесь можно сохранить свой багаж. Комната закрывается, там работают видеокамеры, все хорошо. И в соседние помещения переодеваться. Честно говоря, мы с мужем к этому не были готовы и нам пришлось покопаться в чемодане, чтобы найти купальники и шорты. Так что прилетающим рано имеет смысл положить вещи первой необходимости в ближайшей доступности. Все отели, они расположены через дорогу от моря, а у нас еще и такой перекресток весьма оживленный, надо аккуратно переходить. Ну надо же, пропустили, обычно никто не останавливается, наверное, иностранцы. Отель очень близко расположен к пляжу. Вон там отель, вот здесь через кафешки дорожка прямо к песку. В реальности отель ближе к морю, чем казалось, когда я смотрела на карте. До пляжа минут 5. Расположение удобное. Южная часть Каты мне вообще понравилась намного больше северной. И чище, и веселее, и кафе у самого моря есть. И более того, от нашей Эрчидези совсем близко еще один известный пляж – Катаной. Расстояние почти одинаковое, но туда идти, правда, в горку, поэтому чаще мы были на Кате. А Катаной – меньше, уютнее и более живописный. Мы снимали во время шторма. Очень красиво. Думаю, это отличное место для фотосессии в любую погоду. Когда возвращаешься с пляжа, ноги обычно в песке, и хочется помыть, и это следует сделать, чтобы душ не забивать. Здесь очень все удобно. С чистенькими ножками и чистенькими мыслями мы, наконец, идем в номер. Ключ нам выдали ровно в 14 часов, не минутой раньше. Но вообще за доплату можно было заселиться сразу, правда, в нашем бюджете не запланировано такой статьи расходов, и деньги нам еще пригодятся. Номера Sea View находятся на самом-самом верху, и к ним ведет лестница. Где-то около 150 ступенек нужно преодолеть, чтобы от самого низа добраться до своих прекрасных балконов с чудесным видом. Наш номер очень большой, просторный, красивый, отделка в таком вот стиле. Очень много дерева, белые стены, огромная кровать, очень удобная, мы уже ее проверили, все хорошо. Но самое главное преимущество этого номера – это Sea View, вид на море. И он действительно шикарный. На мой взгляд, этот вид из окна стоит и переплаты, и той сотни ступенек, которую каждый день нужно преодолевать. Ну а что плохого в ступеньках? Мышцы ног и ягодицы, ого-го, как подкачиваются. С номером нам повезло практически во всем. Он чистый, даже на зеркалах и декоративных элементах не было пыли. Шкаф довольно большой и вместительный, для ценных вещей сейф. Вместо тапочек сланцы и даже зонт есть. Уж точно не каждый подумает взять на море этот аксессуар. Так, здесь у нас чайник. Хм, холодильник небольшой, конечно. И мини-бар, естественно, платный. Вода в нем тоже за деньги, хотя приносят в номер и бесплатную. Каждый день нам оставляли две бутылочки в ванной. Ее мы использовали только, чтобы зубы почистить и, возможно, посуду ополоснуть. В общем-то, на больше ее не хватало. Для питья в ближайшем супермаркете покупали пятилитровые баклажки. Вот так выглядят наши ванны, точнее, душ. Это достаточно просторное помещение. Огромное зеркало, есть душевая кабина. Пойдемте посмотрим. Как думаете, где нужно оставлять полотенце? Конечно, в душевой кабине. Здесь же вешалка для них. Я не вижу логики. Еще один интересный момент нашей ванны – это такое окошко. То есть, если что-то забыли в номере, не обязательно выходить сюда. А еще отсюда можно смотреть на море. Или устраивать представление, как в кукольном театре. Так, а что это у нас на столике? Хм, буддистская библия? Забавно. Номер, конечно, хороший. Вид просто потрясающий. Все бы хорошо, но, блин, стройка за дверью, дверь тонкая. Слышно все. Это невозможно. Вот эта канитель начинается с утра и длится весь день. Добро пожаловать в рай. Можно поспать? Нет, нет. Все для того, чтобы мы шли на море, шли гулять. Не сидели в номере. Это невозможно, потому что... Замолкали строители разве что на часик в обед. К сожалению, это не единственная площадка вокруг нашего отеля. И дело не в трех звездах. В декабре 2016-го на Кате во многих местах были слышны характерные звуки. Наш отпуск мы спланировали так, что почти каждый день днем куда-то ездили. Ходили гулять или снимали, как сегодня. Территория отеля довольно просторная и есть куда заглянуть. Наш отель – это самый настоящий тропический рай. Здесь ничего нет искусственного. Все самое-самое натуральное. Вот, например, банановые деревья и на них зреют плоды. Много уголков, просто смотровые площадки. Отсюда видно море, даже слышно его шум. Но с другой стороны трещат лев. И еще одна стройка. К сожалению, этот пейзаж был частью картины, которую мы наблюдали, отдыхая у бассейна. Наверное, через год достроят и все будет уже красиво. А бассейн – это своеобразная центральная площадь гостиничной территории. На территории отеля есть неплохой спортивный зал. И он бесплатный для всех постояльцев. Правда, желающих не особо много. В общем-то, здесь никого. Немножко странно, что в зале никого нет, потому что днем в солнечную погоду, где-то с 11 до 4, на улице просто невозможно выйти, по крайней мере, на открытую местность. Мы ходим по городу в рубашках с длинными рукавами, чтобы не сгореть. Берите такие вещи. Майки здесь не нужны. А вот здесь тень, прохладно, тренажеры, можно качаться. Зал неплохой, с видом на бассейн, с беговыми дорожками, гантелями, мечами, велотренажеры есть. Здесь же рядом с бассейном предлагают тайский массаж. По стоимости, так же, как и в других салонах, каты, но сам массаж не очень. Слабенько. Погладили, нежно помяли и все. Это не тайский массаж, друзья. А вот здесь мое любимое место на территории отеля. С одной стороны орхидеи цветут, с другой стороны качели. Вот сложно мне сказать, посоветовала бы я орхидезию или нет. С одной стороны стройка, весомый минус. Но с другой стороны это какое-то временное обстоятельство, не зависящее от самого отеля. Вообще же здесь чисто, красиво, потрясающе зелено. Есть хороший бассейн, спортзал небольшой, бары и рестораны на территории. Можно заказать еду в номер, расположение для трех звезд, ну просто отличное. Вообще, я признаюсь, от трехзвездочного отеля в Таиланде мало что ждала. Тут такая красотища. Немного о классификации отелей в Таиланде. Звезд, как у нас, там нет. Их присваивают российские агентства, чтобы туристам было легче ориентироваться. Поэтому в более старых буклетах орхидезия фигурирует как четверка. В более новых три звезды. В целом, мне кажется, очень неплохо для бюджетного отдыха. В туре от Библиоглобус, кстати, отель стоил чуть ли не в два раза меньше на те же даты, чем на Букинкоме. А здесь, практически на свежем воздухе, мы завтракаем. Завтраки включали каши, мюсли, свежие овощи и фрукты. Из овощей всегда были перец, помидоры, огурцы, салат из фруктов, арбуза, ананаса и папайя. Каждый день и иногда еще петахаю выкладывали. Любители запастись энергией до вечера могли взять рис с курицей, лапшу, бекон, сосиски, ветчину или заказать омлет. Всего не супер много, но вполне достаточно для разнообразного питания. А если утром выезд на экскурсию очень рано, то с вечера на ресепшене можно заказать завтрак с собой и забрать пакетик перед отъездом. Субтитры сделал DimaTorzok Ресторан при гостинице тоже показался мне неплохим. Меню разнообразное, атмосфера романтичная, столики на улице под звездным небом, свечи. Официанты вышколены и учтивы, а цены дешевле, чем в каких-то пафосных местах. И когда после экскурсии приезжаешь вечером, идти уже никуда не хочется, это просто идеальный вариант. Вообще, неплохой отелер в чудесе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова